Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Live и обсудим новый ролик, который вышел сегодня. Тот, который у Уралочки вышел вчера, я думаю, мы обсудим, но только уже позже. Наверное, сделаю пропуск, потому что уж очень он длинный. Кстати, расскажите, есть там что интересное посмотреть или туфта-туфтой, как обычно? Ну что, у Уралочки в первом, значит, в первой части влога реклама, да, отметка стоит. И, вы знаете, я глянула на Уралочку, я просто в шоке. Ребят, она стояла в начале видоса просто вся зареванная. А пухшая, зареванная, красная, было заметно, что она очень плакала. Это конкретно было заметно. Что там у них происходит, непонятно. То она бухает по пять дней, то она потом рыдает. Ну, короче, видимо, ее туфельки утешили. Да, Уралочка говорит, ой, все просят показать Олины ножки. Тут, наверное, надо сначала валерьянку пить, а потом на ножки смотреть. Ну, значит, Уралка показывает туфельки из эко-кожи, качественной эко-кожи, 1700. 1700. Уралочка. Такие сандалеты можно купить за 500 рублей в том магазине, в котором ты обдугани одеваешь вместе с сарафаном, а не выбрасывать 1700. За 1700 я у себя в Беларуси куплю себе кожаную обувь. Да, качественную. Буду долго в ней ходить. Ну, и дальше она там очень-очень для ножек, проблемных ножек, очень-очень. Ну, как всегда, Уралочка что-то рекламирует. У нее очень-очень супер. Ну, и все прочее. Дальше она напялила на ноги эти башмаки. Ну, знаете, Уралке только такую обувь, собственно, и носить, да. Другие какие-то модные модели, другие модели ей точно не пойдут. Интересно, каким образом она свою ногу впихивает в лодочки. Да, не знаю, я даже представить не могу, как Уралкину ногу можно затолкать в лодки. Ну, и, значит, дальше уже Уралка стоит на улице, едем растишки проведать. А дальше, говорит, мне нужно еще в больницу к двум врачам, к эндокринологу, к сосудистому хирургу. Ребят, я вот думаю, что-то она вдруг начала гоняться по врачам. Может, там и правда, какие проблемы у нее с инвалидностью-то возникли. Может, решили пересмотреть. Ну, кто знает, кто знает. Потому что, ну, знаете, великий блохер, и чтобы они не знали, явно что знают. Или если не знали, то им, может быть, и показали. И, глядя на такого инвалида второй группы, который по зоопаркам бегает да по торговым центрам, жрет в три горла, а потом еще бухает по пять дней, ну, это и поискать нужно. Ну, значит, дальше заговорили они про кондиционер, что вот, ну, так жарко, так жарко, и вот подумываем якобы установить кондиционер. И вот сейчас, пока на май месяц что-то там получается у них, и сразу стоимость. Где-то, говорит, под полтинник сафар стоит. И стоит такой деловой сигарета в пальцах такой прям. Ну, сделаем, сделаем. Что ты там сделаешь? Уралка и сама себе установила бы. Она зарабатывает своей кишкой, а ты только камеру держишь, и понты такие сделаем. Да я тут, да я тут. Да чё ты? Ты без Уралки никто и ничто. И звать тебя никак. А старый сафарчик, сказал, увезет на дачу и сделает, чтобы дуло холодом в дом, а остальное, значит, агрегат был на улице. Ну, и интересно название. Проведали Растишек. Не Растишки, а Растишек. Ясный перец, ребят. Кто чирикал? Конечно же, сафарелла. Ну, а кто может ещё так напортачить? Конечно же, он. Хотя безграмотная Уралка тоже начирикать может чё попало. Ну, и дальше приехали на дачу. И скорей, скорей проверять Растишки. Конечно же. Слушайте, интересно, а что они их до этого не проверяли? И сколько у Ралка бухала, столько эти Растишки бесхозные были? Ну, я, видите, один видос пропустила. Ну, я думаю, да. Раз Уралочка прям испугалась, говорит, сердце болит, чтобы у тебя сердце и душа болела, за эти Растишки ты бы так и не бухала. Что прям пять дней бухала и блевала, бухала и блевала. Ну, и дальше всё хорошо, всё хорошо, спрашивает у сафара. Ну, да, всё, живы. Растишки живы. Ну, а дальше, да, надо срочно ехать на поиски сарафану кроссовок. Оказывается, тогда они только выбирали. Ну, правильно, сафарчик же выбирает себе крутые кроссовки. Ну, ещё, чтобы недорогие были. Ну, а такого не бывает, чтобы они были брендовые, крутые, но недорогие. Поэтому он так долго всё не может подобрать на свои лапы с грязными пятками обувь. Ой, а Уралочка завыла, кроссовочки беленькие купила. Да резиновые шнурочки, она же нагнуться не может. Дожилась, да, Уралка? Даже шнурки не можешь себе завязать. Во, брюхо наела. Видимо, брюхо мешает, да? Ну, и пока сарафанчик выбирал кроссовки, и неужели прям подошли, неужели купил? Уралка показывала шлёпочки, сандалики, но себе ничего не подобрала, да. А дальше уже едут, дождь идёт. Ну, и Уралка показывает, что кроссовки купили, якобы даже недорогие. Там комбинированная кожа, то есть эко-кожа и натуральная кожа. И говорит, вот такой магазин, и там можно найти. И, значит, сарафан тут же, якобы не рекламируй. Правильно? Как кафешки показывать крупным планом. Это да. Как магазины показывать крупным планом название, то это можно. А здесь уже, видимо, как штрафов наляпали, так уже всё. Тихо, молчи, ничего не говори. Хотя я более чем уверена, что всё равно они по поводу рекламы нарушают. Ну, а дальше Уралочка показала крупным планом. Центр, медицинский центр. Удивительно, правда? Здесь кроссовки не рекламируй, а медицинский центр, пожалуйста, смотрите. Может, это реклама, и по рекламе Уралка туда таскается. Но если бы это была реклама, то я думаю, что снимала бы Уралка внутри, снимала бы, что говорит врач. А так, тут же она оказалась уже в машине, рассказывает, что нужно компрессионное бельё. И в магазин они в какой-то там зашли, и ногу измерили. И, может быть, это надо будет гольфы покупать. Слушайте, сколько времени прошло после того, как Уралке уже сказали компрессионное бельё носить. И что Уралочка сказала? Дорого, но Сафарчик обещал купить. Сафарчик обещал купить. Слушайте, Уралка теперь слишком много требует от Сафарчика. Ну, это, наверное, чтобы он деньги на себя любимого не тратил, которые Уралка, можно сказать, зарабатывает. Она решила его до нитки обобрать. Ну, а в принципе, что обобрать? Своё забрать. Кто зарабатывает? Уралочка. Сарафан лишь камеру держит, не более. Дальше Уралочка опять спалилась. Ну, тут же поправила себя. Я, говорит, сплю на той стороне, потом, ой, мы спим на диване, а я сплю на той стороне, где получается вот эта трофическая язва. Ну, и дальше Уралка говорит, что, значит, другое лечение назначили, дали направление или, значит, рекомендовали в ожоговый центр к какому-то там светиле обратиться, который лазером как-то заживляет, как говорит Уралочка, вот такие трофические язвы. И вот Сафарчик уже сбегал, купил лекарства, а матрасов противопролежневых нет таких, потому что по весовой категории и не подходят. Уралка нажрала массу тела, что теперь только на обычном матрасе. Ну, и дальше Уралка говорила, говорила, где-то там у неё упала камера, появился Сарафан. И, короче, сказали, что голоднёхонькие, как всегда. И зашли в магазин белорусских продуктов, представляете, а там же всё из свинины, всё из свинины прям. И поэтому купили сыр. И Уралка этот Кусман прям в машине сидела и в рот толкала. Ну, и про Жора, говорит, голоднёхонькие, но сыр жрать прям, слушайте, огромным куском, слушайте, она и правда как свинуха, честное слово. Ну, и значит, что? Показала палец кверху, что продукты в Белоруссии якобы вкусные, а вот люди не очень бывают. Ну, и Сарафанчик поправил не все, он, видать, очень боялся, чтобы Уралка лишний раз меня не зацепила, да, Сафарчик? А то от вишенки-то мало не покажется, угу. Ну, и передала привет белорусам, ну, и хейтерам тоже. Уралочка, и тебе привет, угу, из города твоей мечты, куда тебя Сафарчик так обещал, так обещал завести, но уже, похоже, и не завезёт. Но этот город, собственно, Уралка, не для твоих ног, да. Ну, и дальше в конце Сарафанчик уже подушку для Уралочки надувал, да. Ну, и Абдугани показался, нарисовался, надо же было мальчонку тоже показать, что он здесь, он рядом. Да, Уралочка выяснила, сделал ли он уроки, спросила, что задавали, и точно ли сделал. Ну, как же, уральская барыня беспокоится, что без неё сделал уроки. Похоже, хоть по-настоящему сделал. А то с Уралкой делать уроки, я представляю это такое себе. Ну, что, мои дорогие, буду я заканчивать. Пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. И на этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok